всем привет меня зовут марина и я риэлтор в калифорнии работаю в сан-франциско в эрии и сегодня в нашем новом фильме про города вокруг залива сан-франциско я хочу вам рассказать и показать про самый контрастный город вызывающий очень много споров про город конкорды именно здесь я прожила со своей семьей более 9 лет и все это время наблюдаю как меняется город и сегодня мы покажем вам какой он на самом деле и многие его уже знают по монумент бульвару а многие знают его по кристалл рэндж кто-то знает что это город с плохими школами а кто-то что здесь находится супер-современная модная плаза де веранда который для многих уже место встречи конкорд был основан под названием тодос сантос по инициативе дона пачека в 1869 году и зарегистрирован официально как в город 5 февраля 1905 года конкорд расположен в 29 милях к северо-востоку от сан-франциско 22 мили к северо-востоку от окланда и 51 миля к северу от сан-хосе город имеет общую площадь 30 с половиной квадратных миль и это крупнейший город в округе контракосты центром города является то до сантос плаза которая охватывает целый городской квартал и известны своим фермерским рынком бесплатными летними концертами которые здесь проходят с 1988 года а также большим количеством ресторанчиков находящихся именно здесь а большая часть территории прилегающие к центру города недавно была реконструирована и здесь были построены многоэтажные кондоминиумы которые близко располагаются к наземному метро бар северу и востоку от центра города находится старый жилой район конкорда многие дома которого были построены до второй мировой войны на дальней северной окраине города находится преимущественно промышленный район и бывшая станция военно-морского вооружения военная база была основана в 1942 году и функционировала как склад вооружения времен второй мировой войны снабжая корабли боеприпасами во время корейской войны войны во вьетнаме и войны в персидском заливе с базы были отправлены тысячи тонн техники через тихий океан в 2007 году федеральное правительство сша объявила о закрытии внутренней части военно-морской базы в данный момент городской совет конкорда разрабатывает план повторного использования территории базы который включает в себя жилую и коммерческую застройку в последующие 30-40 лет а также использование части территории в качестве регионального парка конкорд хиллс подробнее по ссылке в описании юго-восточная часть города расположенная вдоль клейтон роуд в основном жилая и была застроена в 1960-70-х годах в юго-западной части города находится преимущественно латиноамериканский район известный как четыре угла форк корнерс с центром на пересечении бульвара монумент и оук-грофф роуд конкорд граничит на западе с флэзент хилл и антинкорпорейтед пачека на юге с волнат крик и на юго-востоке с клейтоном а также на северо-востоке с пинтсбургом и антинкорпорейтед бэй-поинт мартинос расположен почти в непосредственной близости от конкорда на северо-западе хотя и не имеет общей границы с конкордом станция норс конкорд бард также известна как мартинос бард дорога до станции эмбаркадера от станции конкорд на местном метро бард в среднем занимает 43 минуты конкорда удобно расположен вдоль шестьсот восьмидесятого и двести сорок второго хайвея который граничит с двадцать четвертым и четвертым хайвеем если вы предпочитаете на машине добираться до работы то дорога от конкорда до центра сан-франциско в среднем займет 40-45 минут ну а в час пик это может быть и два часа согласно оценке проведенной бюро переписи населения сша на 2019 год в конкорде проживало более ста двадцати пяти тысяч человек что делает его самым большим городом на истбэй и номер восемь по численности населения во всей бей-эре и также он на сорок шестом месте по численности населения во всей калифорнии средний доход на семью в конкорде составляет сто шестьдесят тысяч долларов в год а конкорды очень разнообразный город в своем этническом составе сорок восемь целых шесть десятых процентов проживающего здесь населения это белые двадцать девять целых и девять десятых процента это испаноговорящее население двенадцать целых четыре десятых азиаты и восемь процентов другие этнические группы и интересный факт что более двадцати семи процентов людей проживающих в конкорде были рождены за пределами сша давайте разберемся какой климат в конкорде и он очень похож на климат городов ист-бэй он является достаточно жарким летом самая жаркая погода здесь наблюдается в июле августе и в сентябре очень часто это около восьмидесяти восьми градусов по фаренгейту но есть некоторые дни когда температура поднимается выше ста градусов в среднем таких дней не так уж и много около десяти четырнадцати дней в году когда тебя просто испепеляет солнце и в принципе ты не можешь выйти на улицу на прогулку конкорд отличается тем что утром здесь прохладно ты просыпаешься и даже если днем погода будет более на улице будет более ста градусов по фаренгейту то утром может быть около семидесяти градусов по фаренгейту и соответственно жара будет только после одиннадцати с одиннадцати до шести в такую жару вы вряд ли сможете находиться на улице но после шести опять же все пойдет на спад и будет очень прохладная ночь соответственно вы можете проветрить и у вас дома будет оптимальная комфортная температура самый холодный месяц это январь но и также декабрь достаточно холодный и дневная температура около сорока пяти градусов а вот что касается ночной температуры то мы можем наблюдать даже иногда заморозки иногда температура опускается настолько низко что это будет около 35 градусов по фаренгейту но таких дней очень мало в основном все таки дневная температура зимой около пятидесяти пятидесяти пяти градусов что касается осадков то дождливых дней здесь очень мало и мы можем наблюдать дождик только с конца октября по середину апреля в принципе последние года конкорды как и все города бы эри ощущают на себе засуху давайте же разберемся какой конкорд сегодня и поможет мне сегодня в этом мой муж никита мы прожили здесь более девяти лет и мы знаем действительно о конкорде очень много никита ведет очень активный образ жизни и хороший папа он нам расскажет все про парки развлечения с детьми на природе и про активные виды спорта никита привет привет мы находимся сегодня в замечательном парке который называется меркам парк я думаю что многие не слышали об этом парке но это один из наших любимых парков с мариной и мы здесь очень часто проводим время здесь очень мало народа и он находится в самом центре города конкорд между двух шумных улиц на сейчас не слышно ничего он настолько уединен что это просто благодать для тех кто любит уединиться парк этот известен тем что здесь очень много растений собранных со всего мира которые могут расти в данном климате и около каждого растения стоят таблички на которых можно прочитать откуда они а еще я вспомнила что когда наши детьми были совсем маленькими новорожденными baby я ходила здесь коляской и и всегда смотрела каждый месяц какое новое растение цветет вот например сейчас февраль и здесь зацвела мимоза это потрясающие цветы желтый потрясающий аромат напоминает мне 8 марта и еще сюда все время приезжают куча фотографов выходные дни для того чтобы пофотографировать либо около сакуры либо около мимозы но вот сейчас нам повезло и парк пустой ну а вообще в конкорде 10 парков это не так много для такого города с населением более 120 тысяч человек большинство из них находится в восточной части города где жилые районы и один open space lime rich lime rich open space и и кстати очень важно то что на lime rich open space приезжают гулять не только жители конкорда но и также соседнего pleasant hill волна крика и клейтона и все это все-таки находится территориально именно в конкорде и вот я вспомнила один парк куда мы с тобой приезжали несколько раз называется он matteo dreams matteo dreams это детский парк площадка даже если так сказать правильно потому что там растительности не так много но там очень интересно построена площадка наши дети очень любили туда ездить находится около аэропорта если говорить о детских развлечениях раз вот мы уж переключились на детей то любимые как я сейчас помню наши площадки были до пяти семи лет когда максим был в районе пяти лет мы ездили пиксел ленд пиксел ленд это парк развлечений для малышей там будет интересно всем где-то до пяти семи лет да это как парк с каруселями там карусели аттракционы для маленьких детей это было одно из любимых мест летом конечно же когда уже наши дети подросли мы любили ходить а six flags hurricane harbour это водный парк на территории конкорда и тут же рядом полчаса езды если кто любит ощущение поострее есть американские горки так называемый парк с аттракционами где уже и для взрослых для детей и животные в общем очень классно слушай а еще я знаю что в concord комьюнити парк есть очень хороший бассейн который достаточно большой которым тренируют детей там даже есть команды и дети там занимается достаточно на профессиональном уровне плаванием и там есть русскоговорящий тренер по плаванию раз уж мы заговорили про детей и развлечения для детей я для себя отметила в concorde рядом очень большое количество кружков именно на русском языке то есть театр сказка находится в волнат крике но от concorde это 10 минут на машине в плазент хилле находятся детские кружки огромное количество русскоговорящих учителей по музыке учителей русского языка учителей математики и также здесь есть магазин с русской едой арбат я достаточно часто приезжают туда что-нибудь себе там купить например гречку и сосиски никит мы с тобой постарались разобраться с парками и с развлечениями для детей они здесь есть и в большом количестве а что касается именно спорта мне кажется ты самый лучший источник информации ну я могу предоставить информацию насчет велосипеда наверное больше все потому что это тот спорт которым я занимаюсь свободное время которое уже не так много но в целом concorde на мой взгляд является центром велосипедного спорта отсюда можно поехать как в сторону ливермура так сторону окон до мартиноса беркли то есть все это отсюда идут велосипедные маршруты и этим велосипедные маршруты они как и от пей то есть трейлы по которым можно ехать довольно безопасно с детьми также и по дороге очень классно всем рекомендую никита ну все-таки помимо велосипедного спорта что-нибудь есть еще в конкорде конечно есть например футбольный клуб называется mount diablo soccer а также есть surf клуб который находится волнит крике но опять же граница между лом криком и конкордом она скажем так не сильно заметно также есть команда по плаванию терапинц называется тоже газируется в конкорде да детская очень много разного маршал артс если камфу карате все что угодно джиу-джитсу а я вспомнила что здесь есть еще художественная гимнастика и преподаватели там именно русскоговорящие и это художественная гимнастика тоже находится в конкорде и пользуется очень большим спросом наши дети наша дочка она ходила и сейчас продолжает ходить в конкорде в большой гимнастический центр который называется либерти я очень всем рекомендую кто живет в конкорде либо рядом от либерти джим классная действительно гимнастика для детей конкорде огромное количество мы уже с вами разобрались и ответили на вопросы помимо велосипедного спорта других видов спорта и вы точно для своего ребенка сможете подобрать подходящий именно для него спорт давайте разберемся с тем вопросом который беспокоит всех родителей как же дела в конкорде обстоят со школами не так радужно как вы можете себе представить среднем рейтинг школ государственных 456 баллов также есть школы совсем низким рейтингом 2 балла и всего лишь одна школа с рейтингом 8 баллов это мы говорим про те школы которые находятся в конкорде не забываем про то что из некоторых районов конкорда дети ходят школы волна крика и также удивительный факт в конкорде находятся 74 частные школы и средняя стоимость обучения в частной школе около 10 тысяч долларов в год и это уже включая стоимость продленки ребенок в такой школе может находиться с 7 утра до 6 вечера слушай было бы интересно узнать пример например мы покупаем дом конкорде за миллион да и покупаем дом волна реки который находится здесь же рядом за миллион 600 так выгоднее будет купить конкорде и ходить частную школу платить за частную школу либо ходить в публичную школу в волн открытия что считаешь но это вопрос естественно предпочтение людей кто-то предпочитают и государственные школы частным кто-то предпочитает частные школы но если с точки зрения математики. Когда вы покупаете дом, вы всегда будете платить налоги на недвижимость. По контракуста каунте это 1,25 процента. Соответственно, если мы покупаем дом за миллион, то ваши налоги на недвижимость будут 12 тысяч 500 долларов в год. И если мы такой же аналогичный дом покупаем в Walnut Creek за миллион 600, то ваши налоги на недвижимость будут уже 20 тысяч долларов в год. Соответственно математика несложная. Разница в 7,5 тысяч долларов только на налогах И это практически полностью покрывает стоимость частной школы на одного ребенка Ну, опять же, с продленкой Если мы говорим про продленку в государственной школе, то в среднем это 7 долларов в час Соответственно, даже если ты идешь в бесплатную школу, но тебе нужна продленка, ты работающий родитель То тебе нужно платить экстра деньги за продленку И не забывать про всякие донейшены, которые каждая школа собирает Слушай, я так понимаю, это средняя цена, то есть есть подешевле частная школа, есть подороже Я знаю, что, например, известная на всю Калифорнию школа де Ла Сали, которая также находится в Конкорде Там стоимость обучения где-то 20 тысяч в год Чем она известна? То, что там есть футбольная команда, которая называется Спартанс И тренер Бопл Дусер, который тренировал команду с 78 года по 2013, аж 34 года Он известен тем, что команда Спартанс с 1992 года по 2004 провела серию статистик одной игры Беспроигрышную, ни разу не проиграв И по этим событиям даже снят художественный фильм И как же он называется? Фильм называется «Вэнди Гейм Стэнд Стол» Слушай, но эта школа, она же, я так понимаю, католическая? Католическая, да, школа Она, кстати, только для мальчиков И рядом же находится школа, называется «Карандолет» Это только для девочек Скорее всего, у них есть какие-то активити вместе, но обучение происходит раздельно И тоже интересный факт, что 99% выпускников продолжают свое обучение дальше в университете То есть очень хороший показатель Хороший показатель? Да И здесь у меня вопрос, на который я знаю, что мы не сможем с тобой ответить Такой высокий показатель, потому что там такая хорошая академическая программа Или такие сознательные родители готовы платить за хороший хай-скул И потом они этих детей проталкивают в университет Ну, я думаю, там еще очень много связано со спортивными достижениями Всем родителям на заметку Если вы выбираете себе недвижимость И вы не рассматриваете «Конкорды» из-за плохого рейтинга школ Во-первых, не забывайте про то, что некоторые районы относятся к школам «Волнодкрика» И вам доступна 74-часная школа, которая стоит не так уж и дорого Если сравнивать с налогами на недвижимость в соседнем Волнодкрике Хочу показать вам Loma Vista Adult Center, который находится в городе Конкорды И это одна из самых больших школ, где помимо классов английского языка English as a second language, ESL-классов Для всех иммигрантов, которые приехали сюда и не говорят по-английски Либо хотят повысить свой уровень Во-первых, вы можете это сделать бесплатно, абсолютно бесплатно Здесь идут классы как утром, так и вечером, 5 дней в неделю Так и помимо этого вы можете получить дополнительное образование Например, чтобы ставить Certified Nurse Assistant Вам потребуется всего лишь 3 месяца и стоимость 1029 долларов за весь курс Вы получаете себе сертификат и можете устроиться на работу И таким образом вы можете полностью почувствовать себя в своей тарелке в новой стране Для большинства иммигрантов именно эти школы, English as a second language, либо школы для взрослых Они предоставляют доступное обучение и получение новой профессии Кто-то, может быть, захочет работать на пожарной машине, в emergency services Также вы можете получить здесь себе сертификаты Technician за полгода И стоить это будет чуть более 1000 долларов И, собственно, можете начать свою новую карьеру в Америке Еще очень важный момент, который бы я хотела отметить, что именно здесь можно часто наблюдать автобусы, которые привозят сюда людей с определенными ограниченными особенностями И именно для них здесь проходят адаптации, специальные классы, которые помогают им быть более социально приспособленными Так что для родителей и для детей, которые имеют определенные ограничения, тоже хорошая идея посмотреть, что предлагает для них Лома Виста и Далтен Мы с вами подошли к теме безопасности Что же здесь с безопасностью в Конкорде? Это город, в котором не все районы одинаково хороши Есть районы, в которых более опасно, и есть те, в которых абсолютное отсутствие каких-либо криминальных элементов и каких-либо вообще опасностей для жизни Вот, собственно, именно в таких районах, супербезопасных, благополучных, недвижимость стоит дорого И стоимость недвижимости именно в этих районах будет гораздо выше, чем миллион за дом, например, в 2000 квадратных футов Многие знают, что вдоль Монумент Бульвара стоят дешевые апартаменты И, соответственно, там живет очень большое количество испаноговорящего населения Которые очень часто даже и не могут говорить на английском языке Они живут своим комьюнити Так вот, именно там у нас случаются различного рода преступления И именно вдоль Монумент Бульвара и района Фок Корнерс, четыре угла, недвижимость стоит недорого И вот как ни парадоксально, что именно этот район, вблизи Фривея и Монумент Бульвара Именно он находится гораздо ближе к Волнод Крику и Плазент Хиллу Чем к хорошим, благополучным районам, которые находятся в Конкорде К районам, где нет никаких преступлений, угонов автомобилей Где абсолютно тихо и спокойно в любое время суток Вот сейчас мы можем с вами посмотреть на карту преступности И мы можем с вами четко увидеть, что именно районы, которые отмечены на карте более темным цветом Они находятся вблизи Монумент Бульвара и вблизи Индустриальных зон Которые граничат с Плазент Хиллом, Волнод Криком и Мартинесом А те части Конкорда, которые находятся в глубине города, ближе к Клейтону Вот именно они находятся на очень большом удалении от зон, которые более темные на этой карте Ну что, куда мы с тобой приехали? Мы приехали в аэропорт Это региональный аэропорт Конкорда, местный Отсюда можно, в принципе, улететь на частной авиации в разные направления Даже можно купить билеты онлайн Онлайн есть частная авиакомпания JSX Отсюда можно улететь в Orange County и Bourbon, то есть в Лос-Анджелос-Эрию Раньше летали в Лас-Вегасе отсюда, но, видимо, из-за того, что маленький спрос был, они переместились в ОПО То есть можно из окон до улететь в Лас-Вегас сейчас Слушай, посмотри, дядечка проехал на велосипеде И это, кстати, да, это Iron Horse Trail Он берет здесь свое начало То есть вот отсюда, если ехать по прямой, мы можем приехать на пересечении 580-680 Это в дубле Еще, кстати, вспомнил один интересный факт Так как мы находимся в аэропорту, и я вспомнил кино, где играл Том Хэнксон В кино называется Салли Это про пилота, который посадил, после взлета попали гуси в двигатель И он посадил на Good Zone в Нью-Йорке самолет Так вот, Том Хэнкс, не знаю, знает что или нет, он родился в Конкорде Конечно, я знаю Том Хэнксона, что он родился в Конкорде, нет Вот представляете, такой вот интересный факт В Конкорде есть как бедные, так и очень богатые районы Это очень контрастный город Вы можете увидеть дом за 700-750 тысяч в северной части города И также вы можете увидеть за 1 300 000 дом в восточной части города Соответственно, когда мы говорим про среднюю стоимость дома в Конкорде И берем ее 807 тысяч, мы понимаем, что это совершенная информация, не показывающая нам реальную картину И если вы хотите жить, например, в районе Декроссингс Который очень многие любят и знают По школам Фудхилл и Норсгейт, которые относятся к Волнат Крику Именно, собственно, из-за этого в этом районе стоимость домов 1 100 000 и выше И сейчас мы вам покажем примеры джентрификации, которую Конкорд проходит на сегодняшний день И как дома очень бедные, очень старые, нуждающиеся в капитальном ремонте Соседствуют уже с новыми домами, вот с новых годов постройки Соседствуют уже с новыми домами, вот с новыми домами, вот с новыми домами, вот с новыми домами Средняя стоимость дома в Конкорде составляет 807 тысяч 500 долларов на декабрь 2021 года Средняя стоимость таунхауса 620 тысяч долларов И это трехбедровный таунхаус, таунхаус с тремя спальнями Стоимость конда составляет в среднем 412 тысяч долларов И это за конда с двумя спальнями и двумя ванными комнатами А что же здесь с арендой? В среднем аренда двухбедрумного конда, либо апартамента в Конкорде составляет 2400 долларов в месяц Конда с тремя спальнями вам обойдется в 2800 долларов в месяц А чтобы вам арендовать дом, то на сегодняшний день будет практически нереально найти дом, который вы сможете снять за 3000 долларов Это будет дом без ремонта, вне в самых благополучных районах Конкорда Если это будут районы Конкорда, граничащие с Клейтоном и Волнет Криком То стоимость будет приближаться к 4000 долларов в месяц Сейчас мы приехали с вами в Конкорд, в его западную часть, ближе к Фривей, к 242 Это не самая безопасная часть Конкорда Здесь нет жилых районов, кварталов, это очень индустриальная, очень промышленная зона Но именно здесь находится один из 15 оставшихся действующих кинотеатров Drive-in Кинотеатров под открытым небом И называется он West Wind И даже на сегодняшний день вы можете приехать сюда со своей семьей и обкнуться вот в эту атмосферу старой Америки Но на самом деле здесь еще по выходным на территории кинотеатра проходит плашиный рынок Flea Market Где люди продают всякие вещи, какие-то уникальные вещи или просто хлам Но тоже очень интересно за этим понаблюдать И на сегодняшний день здесь около кинотеатра собираются люди, у которых, похоже, нет места жительства постоянного Бездомные, которые живут в своих трейлерах То есть вот пройтись, прогуляться здесь вот весьма некомфортно сегодня Конкорд Павильен — это амфитеатр, который был построен в 1975 году И вмещает в себя 12500 человек Он используется для проведения концертов, местных общественных мероприятий Включая ежегодный джазовый фестиваль и выпускных вечеров местных школ Я была здесь со своей семьей на концерте Леди Гага и детской группы Kids Bob А также в разное время здесь выступали такие известные артисты, как Maroon 5, Backstreet Boys, Scorpions и многие другие Так как в Конкорде проживает очень много испаноговорящего населения То здесь даже можно найти тако-трейл Вы представляете? Более 10 разных такерин Можно назвать это так, я думаю И наполнение можно найти любое Так что если будете в Конкорде, обязательно посмотрите на эту карту, которую мы вам покажем И попробуйте Давайте перейдем же к магазинам Какие есть в Конкорде магазины? Реально в Конкорде вы можете найти любой магазин Это как Коска, Трейдер Джо, даже два Сейфуэй, Хом Дип, Лоуз Из любой области любой магазин Горлд Маркет, Ти Джей Макс Любые абсолютно магазины Поэтому, наверное, люди тоже выбирают жить в Конкорде Потому что все под рукой В Конкорде находятся три большие современные плазы Вот мы сейчас находимся на одной из них Она называется Веранда Она была построена в 2018 году И здесь находится множество ресторанов Аутентичных ресторанов Здесь есть итальянская кухня, бразильская, мексиканская, японская Здесь же находится сетевая пивоварня Которая называется Yard House И они сами говорят, что у них самый большой выбор пива в мире И более 140 видов бочкового пива За этой же плазой находится еще одна плаза Называется Willow Pass Shopping Center И там один из моих любимых ресторанов Который очень классный бургер и также пивоварня И этот бургер, кстати, называется Fig Burger А не Fig Burger, а инжирный бургер с добавлением джема Так что если будете там, попробуйте И через Freeway находится еще одна плаза Sun Valley Shopping Center В тот момент, когда его построили в 1900, по-моему, 1957 году Это был самый большой торговый центр в мире, который кондиционировался Раз уж мы начали говорить о пивоварнях, их всего в Конкорде 6 И одна из них называется Epidemic Представляете, до пандемии она открыла в 2016 году И она тематически представлена в виде апокалипсиса в этом мире Что примерно мы испытываем последние пару лет Здесь же находится на плазе огромный кинотеатр IMAX С огромным экраном, с отклоняющимися креслами И прямо там можно вызвать себе официанта и заказать что-то по меню Не надо для этого вставать и куда-либо идти Вообще, Конкорд находится в очень классном месте Помимо того, что рядом с Сан-Франциско, мы находимся в двух с половиной часах От ближайшего лыжного курорта В часе езды от Napa, где можно попить вина В трех часах езды от Yosemite Отличный природный парк Мендосино стоит парк на север Около океана полтора часа Все очень рядом Возможно, вы уже живете в Конкорде А может быть, только хотите переехать сюда И вам будет интересно узнать, что у Конкорда есть свой апп Который называется Concord Connect Вы можете установить его к себе на телефон И через него очень удобно общаться со всеми emergency services Либо, если вы хотите оставить репорт Например, вы увидели, что дерево растет близко к электропроводам Или вы увидели брошенную машину около детской площадки, которая там уже стоит несколько недель Вы все это можете через Конкорде Апп абсолютно легко и быстро оставить И на ваш реквест в течение суток будет ответ Они решаются очень быстро на своем опыте проверяла Когда ты видишь какой-то trip hazard Например, что-то лежит на улице Либо сухая трава, которую нужно скосить Город огромный, об этом не сразу все узнают Но Конкорда Апп помогает благодаря нам сделать город намного чище, лучше и благополучнее Так что загружайте и помогайте улучшать город Спасибо всем, кто посмотрел фильм про Конкорд Я надеюсь, что вам понравилось, и вы подпишитесь на канал, поставите лайк и напишите в комментариях Что вам понравилось больше всего, а что не очень А также про какой город вы бы хотели увидеть такой же выпуск И благодаря вашим комментариям, лайкам и подпискам Мы сможем сделать этот контент более интересным и полезным для всех Кто задумывается о переезде в Сан-Франциско в Bay Area Пока, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Надеюсь, увидится с вами скоро Пока-пока!